История монастырей, соборов, дворцов и замков Европы Изучая историю монастырей, соборов, дворцов и замков Европы, я обратил внимание, что почти все они были частично или полностью разрушены почему-то в первой половине XVI века, точнее в 1538-39 годах, и долгое время находились в страшном запустении. Одни дворцы, соборы и крепости позже были восстановлены, другие так и остались лежать в руинах до наших дней. Что стало причиной такого массового разрушения по всей Европе? От Скандинавии на севере и до средиземноморских стран на юге, от Англии на западе и до Москвы на востоке. Возможно, некая катастрофа распространялась и дальше на восток и юг, но информация по другим регионам очень скудна на XVI век. Так что же произошло в Европе в XVI веке? Что стало причиной такой массовой повсеместной разрухи? Официальная история объясняет все эти массовые разрушения соборов, храмов, дворцов и замков в XVI веке широким религиозным общественно-политическим движением в Европе XVI века под названием Реформация. По мнению сторонников Реформации, Римская католическая церковь отошла от первоначальных христианских принципов в результате многочисленных наслоений средневекового, схолистического богословия и обрядности. Мол, реформаторы и произвели эти массовые разрушения. Все бы ничего, но массовое разрушение соборов, крепостей, дворцов в Европе почему-то не совпадает с годами государственных беспорядков, религиозных войн или крестьянских восстаний XVI века, связанных с Реформацией. Все беспорядки реформаторов в Европе приходились на 20-е годы XVI века, либо на самый конец XVI века. А к 1538 году, когда и были уничтожены или подвержены разрушениям соборы и замки в Европе, в этот период было тихо. Исключение составляла только Англия, но и с ней не все так однозначно. Если обратиться к истории Англии XVI века, то официальная история рассказывает, что все массовые разрушения монастырей и соборов в Англии якобы связаны с деятельностью английского короля Генриха VIII. Возглавь религиозную реформу в стране, в 1534 году король якобы в 1538-39 годах и разрушил все католические монастыри, действующие в Англии. Их имущество было конфисковано, а братья изгнано. Так утверждает официальная история. Аббатство Байланд Церковь аббатства Байланд, как говорили, была одной из красивейших церквей в Европе XII века. Аббатство Байланд просуществовало несколько сот лет и было превращено в руины 30 ноября 1538 года. Далее. Фаунтинское аббатство или аббатство Фаунтинс. Это огромное аббатство было также разрушено в 1538 году якобы по указу короля. Аббатство Рива в Северном Йоркшире. Аббатство Рива тоже было уничтожено в 1538 году. Аббатство Нетли. Разрушенный поздний средневековый монастырь в деревне Нетли, Англия. Аббатство было основано в 1239 году как дом для монахов строгого режима. В XIII веке аббатство взял под покровительство сам король Генрих III. Но в 1538 году это аббатство тоже якобы было разрушено по приказу Генриха VIII. Гластенберийское аббатство. К 15 веку монастырь стал одним из самых богатых и влиятельных во всем королевстве. Джон Лиланд, библиотекарь короля Генриха VIII, после посещения библиотеки аббатства писал, что в ней имеются редчайшие экземпляры трудов раннего английского периода и уникальные раннехристианские документы. Но вся эта уникальная библиотека погибла в начале XVI века, когда аббатство и было разрушено в 1539 году. Опять якобы по приказу английского короля. И так далее. Почти все монастыри и соборы Англии были уничтожены именно в первой половине XVI века. Точнее в период с 1538 по 1539 годы. Историки утверждают, что католические монастыри и соборы Англии были уничтожены королем Генрихом VIII по религиозным мотивам. Ну хорошо, допустим. Но почему же тогда в начале XVI века были разрушены и замки, и королевские дворцы Англии, не имеющие никакого отношения к церковным противоречиям? Яркий пример. Ричмондский замок. Средневековый замок на реке Суол. Недалеко от центра города Ричмонд. Несколько веков это была главная резиденция английских королей. Поэтому они не жалели денег на его модернизацию, содержание и пышное убранство. Этот замок был любимым местом пребывания и английского короля Генриха VIII. Но согласно документам, в 1538 году замок был тоже неожиданно разрушен. Да так сильно, что его долгое время не могли восстановить. Король Генрих VIII не разрушал замок. Наоборот. Он выделил огромные деньги на его восстановление. Но тогда кто? Никакой внутренней войны в Англии в эти годы не было. Никакого народного восстания тоже. Тогда что же разрушило главный родовой замок английской короны, чьи стены были толщиной более 3,5 метров? Историки просто разводят руками и молчат. Еще давайте взглянем на знаменитый замок Берхамстед. Средневековый замок бывшая королевская резиденция. Английский принц Ричард Корнаульский в XIII веке преобразовал замок в роскошную резиденцию и сделал его центром администрации своего графства. Но в начале XVI века, точнее в 1538 году, красивейший богатый замок неожиданно также превратился в руины и более не восстанавливался. Никаких внятных объяснений о причинах его разрушения у историков также нет. Мол, просто сам неожиданно разрушился и все. Историки даже признают, что сам король Генрих тут точно ни при чем. Повторю, если проследить историю всех дворцов, замков, соборов и монастырей Англии в первой половине XVI века, то у всех есть одна странная особенность. В 1538 году они получили разрушения, частичные или масштабные. Разрушения имели даже королевские палаты и родовые имения Генриха VIII, что в корне опровергает его причастность к разрушениям в XVI веке. Даже так, по лойке, зачем было разрушать до основания католические храмы и соборы, когда можно было просто изгнать местных монахов и отдать их имущество вместе с зданиями новой бедной английской церкви. Внятного ответа на это у историков нет. Но, допустим, английский король не дружил с головой и сам разрушил не только католические храмы и соборы с монастырями, но и свой родовой замок с дворцом. Все бывает. А что было в это самое время в других странах Европы? Давайте взглянем. Бельгия. Аббатство Виллера. Это бывшее древнее аббатство, расположенное в городе Виллер-ля-Виль. В XIII веке здесь проживало порядка ста монахов и более трехсот послушников. Но в 1538 году аббатство было также полностью разрушено. Это разрушение историки тоже списывают на якобы религиозные войны XVI века по всей Европе. Хотя религиозная война в конце XVI века была более жестокой и кровопролитной, но ни один храм или собор не пострадал в Европе. А что происходило во Франции в это же самое время? Замок Вилландро. Средневековый замок, расположенный в департаменте Жеронда. Современный регион Новое Аквитание, Франция. Замок был построен в начале XIV века. В 1305-1314 годах. Роскошный и хорошо укрепленный замок служил резиденции папы Климента V. В XVI веке территория Гиень, как и замок Вилландро, принадлежали Франции, и влияние английского короля Генриха на эти земли полностью исключено. Никаких религиозных войн в этот период не было, но в первой плане XVI века, точнее, в 1538 году, замок также неожиданно был разрушен и пришел в упадок. И кто разрушил этот знаменитый замок, официальная история опять умалчивает и просто разводит руками, мол, неизвестно. Джумьеж, аббатство святого Петра, Джумьеже. Бывший Бенедиктинский монастырь во Франции. Расцвет аббатства приходится на XIII век. Собрание манускриптов в монастырской библиотеке насчитывало несколько сотен ценных трудов. Но в первой плане XVI века, точнее, опять в 1538 году, аббатство было разрушено то ли воинствующими гугенотами, то ли по указу французского короля Франциска I в ходе религиозной войны с гугенотами. Историки опять внятного ответа не дают. Кстати, бесценная библиотека пропала. А что в Германии? Знаменитый Кельнский собор XIII века. Римско-католический готический собор в городе Кельне. По официальной истории собор очень долго строили и окончательно завершили строительство только в конце XV века. Но в конце 30-х годов XVI века Кельнский собор тоже неожиданно, без официальных объяснений, основательно разрушен и 300 лет простоял буквально в руинах. Восстанавливать буквально заново, практически с нуля, собор начали только в начале XIX века. Поэтому современный собор, который мы видим сегодня, это новодел второй половины XIX века. Испания. Замок Бутрон. В XIV веке семейный дом Бутрона в богатейшей семье Испании превратился в неприступный замок, окруженный рвом. 200 лет здесь жили наследники знатного семейства. Но в первой половине XVI века, точнее, в 1538 году замок был разрушен до основания, а Бутроны буквально спасаются бегством из Испании, бросая все свое имущество. От кого или чего бежало самое могущественное семейство Испании в 1538 году? История умалчивает. То, что мы видим сегодня, это новодел конца XIX века. И к реальному средневековому замку никакого отношения не имеет ни формы, ни содержанием. Сейчас этот замок опять в запустении и даже выставлен на продажу, так как его очень дорого содержать. А есть ли что-то подобное в России периода XVI века? Да, есть. И весьма интересные. Знаменитый Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Мужской монастырь Русской Православной Церкви, расположенный в поселке Соловецком, Приморского района, Архангельской области, на Соловецком острове, в Белом море. Первое монашенское поселение возникло в 1429 году, когда здесь обосновались преподобный Савати и Герман. В 1436 году после смерти Савати на остров прибыл Зосима, основавший здесь обитель и две деревянные церкви, преображение Господня и Николая Чудотворца. А теперь внимание! По монастырским летописям, опять в 1538 году на остров пришла беда страшная. Страшная буря налетела на остров, поднялись огромные волны, небо почернело среди дня, с неба ударили молнии, и страшный огонь уничтожил все живое-неживое на острове. Огонь уничтожил все монастырские постройки и деревья на острове Дотла. Погибли и все монахи. Как видите, никакие религиозные европейские войны реформаторов тут ни при чем. Одно общее – дата некой катастрофы 1538 года. После этой катастрофы на Белом море почти 14 лет остров был заброшенным, пока в 1552 году на Соловки опять не прибыли новые монахи и не начали каменное строительство церквей и оборонительных стен с башнями монастыря. Какая-то катастрофа точно произошла в первой половине 16 века, следы которой неумело списали на религиозные войны периода реформации. А что это была за катастрофа? Я уже не раз рассказывал на своем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!